Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия» завершало формирование своей предвыборной программы. Программы, в основу которой легли задачи из майских указов президента России и анализ проблем, которые обозначили нам наши избиратели, жители Дона. Теперь настало время взвешенно оценить, что сделано на Дону за эти пять лет, как изменилась жизнь людей в нашем регионе. Наша общая работа строится на основе реализации проектов «Единой России». Мы отводим им ведущую роль. Очень точно об этом сказал председатель нашей партии Дмитрий Анатольевич Медведев. Цитирую его. «Партийные проекты «Единой России» формируются на основе наших предвыборных обязательств, становятся нашими политическими приоритетами и в законотворческой деятельности, и при принятии федерального бюджета, когда наша фракция голосует за их реализацию. В результате партии удается решить реальные проблемы людей». Конец цитаты. Проекты отражают ключевые направления предвыборной программы нашей партии. А в центре внимания этой программы был и остается человек. Поэтому я бы хотел начать отчетную часть доклада с блока партийных проектов, ориентированных на решение наиболее востребованных социальных задач. Партийный проект «Крепкая семья». В первую очередь он направлен на защиту прав семьи и ее поддержку. Наши областные парламентарии последовательно добивались увеличения расходов регионального бюджета на программы поддержки материнства и детства. За пять лет размер регионального материнского капитала вырос почти на 18% и сегодня составляет чуть менее 118 тысяч рублей. При этом был существенно расширен спектр его применения. С 1 января 2015 года многодетные семьи используют эти средства на улучшение жилищных условий, в том числе на ремонт жилья, образование, лечение детей, приобретение автомобиля, на подключение к коммунальным сетям, устройство бытовых скважин и колодцев, а также на приобретение средств реабилитации для детей-инвалидов. За пять лет сертификат на получение регионального материнского капитала получили почти 27 тысяч донских семей, а более 6,5 тысяч уже воспользовались этими средствами. С помощью различных мер поддержки жильем обеспечены более 6,5 тысяч детей-сирот, около 2 тысяч молодых и почти 300 многодетных семей. Главный показатель реализации партийного проекта «Крепкая семья» в Ростовской области – рост числа многодетных семей на 44% за последние 5 лет. «Крепкая семья» напрямую связана со здоровым будущим. Партийный проект с таким названием объединяет все направления нашей работы в сфере здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни и экологического воспитания. Сбережение населения Ростовской области – именно такую цель мы ставили перед собой в нашей предвыборной программе. Фракция «Единая Россия» в законодательном собрании уделяет особое внимание статьям расходов на здравоохранение. За 5 лет общие расходы Ростовской области на эту сферу с учетом и консолидированного бюджета, и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования выросли на 34% и в 2017 году составили 48 миллиардов рублей. За 5 лет в Ростовской области приобретено 237 модульных ФАПов и 23 врачебные амбулатории. Проблема на селе с первичной помощью практически снята. Обновился и парк спецтехники. 168 машин скорой помощи пополнили автопарки донских больниц. Как результат, в 2017 году почти в 96% вызовов бригады скорой медицинской помощи добрались до пациентов менее чем за 20 минут. Решается и еще один кадровый вопрос. По программе «Земский доктор» подъемный миллион получил 561 медицинский работник. Детский спорт – еще один социальный проект нашей партии. Основой государственной политики по оздоровлению нашего подрастающего поколения стало создание условий для развития массового спорта, физической культуры и, конечно, спорта высоких достижений. Общие бюджетные расходы на эти цели выросли за 5 лет в 3 раза. Партийный проект «Новая школа». В самом его названии уже заложена конечная цель. Но какой должна стать обновленная донская школа? Безусловно, отстроенной по новым современным стандартам или отремонтированной, без второй смены, с высоким качеством содержания образовательного процесса и технической оснащенности, обеспеченной часами для дополнительного образования и доступной для детей с ограниченными физическими возможностями. Система среднего, школьного и дополнительного образования в Ростовской области полностью обеспечена за счет регионального бюджета. «Единая Россия» считает финансирование этой отрасли приоритетным направлением бюджетной политики. За 5 лет сумма расходов на общее образование составила почти 146 миллиардов рублей, на дополнительное – более 76 миллиардов рублей. Из важных проектов отрасли за отчетный период хотел бы отметить капитальный ремонт 191 школы, строительство самой большой школы на 1400 мест в Ростовском районе Левенцовский, возвращение в школу до врачебной диагностики. Сегодня ею охвачено более 300 тысяч детей. Хорошо зарекомендовал себя проект «Всеобуч по плаванию». Ежегодно через него проходят 16 тысяч школьников младших классов из 21 муниципалитета Дона. Развитию проекта помог принятый по инициативе фракции «Единая Россия» областной закон об образовании. Он предусмотрел государственное обеспечение учащихся школ-интернатов, бесплатное питание для целого ряда категорий школьников, 50-процентную скидку на проезд в электричке. Большое внимание закон уделил одаренным детям и школьникам с ограниченными возможностями здоровья. 559 детей-инвалидов учатся дистанционно. За 5 лет более чем в 2 раза выросли расходы на доступную среду по сравнению с осигнованиями 2012 года. Всего за 5 лет на нужды инвалидов было израсходовано более 1 миллиарда рублей. Эти средства в первую очередь пошли на создание безбарьерной среды и социальную интеграцию в общество. К нуждам инвалидов были адаптированы более 1100 объектов нашей инфраструктуры. Донские законодатели приняли целый пакет законов, направленных на защиту, прав и поддержку людей с ограниченными возможностями. В 2014 году мы расширили действия закона о трудоустройстве инвалидов. И с этого времени 14 тысяч из них получили работу. Отдельными законодательными актами были установлены критерии доступности объектов социальной инфраструктуры. В нынешнем году депутаты законодательного собрания уточнили порядок предоставления инвалидам бесплатных парковочных мест на платных стоянках. Семьи, воспитывающие детей инвалидов, как уже было ранее сказано, теперь смогут направлять средства регионального материнского капитала на свои специфические нужды. В итоге реализации партпроекта показатель доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры вырос почти в восемь раз. Показатель вовлеченности детей инвалидов и подростков в физкультуру и спорт в два с половиной раза. Мы не будем останавливаться на достигнутом и продолжим интенсивную работу по интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. Далее. Партийный проект «Старшее поколение». В стране и в Ростовской области растет продолжительность жизни. Есть хорошая динамика. Но, с другой стороны, увеличивается и число пенсионеров. За пять лет на 70 тысяч. Такая статистика диктует необходимость большего внимания к доступности и качеству медицинских и социальных услуг, созданию условий трудовой занятости, внедрению образовательных программ для старшего поколения. Основная доля бюджетных расходов в течение этого периода была направлена единороссами на оказание мер социальной поддержки ветеранам труда. Причем отдельно область взяла на себя расходные обязательства по ветеранам, отработавшим именно здесь, на Дону. В 2017 году сумма этой поддержки составила более 1 миллиарда рублей. Поддержку неизменно получают ветераны Великой Отечественной войны. Это обеспечение жильем и выплата единовременной материальной помощи. Существенное внимание партия «Единая Россия» уделяет патриотическому воспитанию нашей молодежи, популяризации культурных ценностей и сохранению памятников. Эти направления реализуются сразу двумя проектами – культура малой Родины и историческая память. Хотелось бы отметить, что роль культуры сегодня абсолютно справедливо выводится на первый план. Это в первую очередь отражается в бюджетных расходах. За пять лет они выросли на 35%. Что сделано за это время? 79 донских домов культуры прошли капитальный ремонт. Всего отремонтировано 87 учреждений культуры. В двух муниципалитетах построены новые центры культурного развития. Театры четырех городов – Таганрога, Новошахтинска, Шахты, Новочеркасска – получили около 20 миллионов рублей дополнительных средств на техническое переоснащение. В этом году сумма финансирования театров малых городов составит уже 28 миллионов рублей. И это дополнительные средства к общему финансированию. Ведется поддержка лучших сельских домов культуры. Денежное поощрение в 100 тысяч рублей выплачено 145 учреждениям культуры. 190 работников получили премии по 50 тысяч рублей. Мы смогли за пять лет обеспечить капитальный ремонт 141 памятника и мемориала в честь героев Великой Отечественной войны. Мы заложили основы патриотического воспитания в областном законе о молодежной политике, а также приняли закон о патриотическом воспитании. И, наверное, важнейшим событием последних лет стало начало строительства музея Самбекские высоты в Никлиновском районе. Музейный комплекс строится на народные деньги, а инициатива его появления принадлежит нашему однопартийцу, губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву. Уважаемые коллеги, большинство партийных проектов, о которых я рассказал, решают важнейшие задачи социального характера. Но их реализация полностью ложится на бюджет. Мы неизменно следуем принципу социально ориентированной бюджетной политики. Две трети расходов областного бюджета идут на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру и спорт. Но именно увеличение ассигнований в сферы, связанные с развитием человека, тесно связаны с экономикой и теми стимулами, которые делают ее сильной. Партийный проект «Локомотивы роста» направлен на повышение эффективности российской и, в частности, донской экономики. Какие стимулы были созданы в Ростовской области за эти пять лет? В первую очередь налоговые. Ведь налоговые поступления остаются главной доходной частью регионального бюджета. Фракция «Единая Россия» поддержала целый пакет поправок в областной закон о региональных налогах. Мы установили нулевые ставки при применении упрощенной и патентной систем налогообложения для начинающих предпринимателей. Освободили от уплаты налога на имущество инвесторов на территориях индустриальных парков. Нулевую ставку по региональной части налога на прибыль получили инвесторы территории опережающего развития. Для малого и среднего бизнеса мы продлили действия понижающего коэффициента при аренде объектов областной собственности до 2021 года. Гарантии сохранения льгот для инвесторов были закреплены поправкой в областной закон об инвестициях в Ростовской области. Кроме того, донские законодатели обеспечили экономические стимулы для инвесторов. В частности, отдельным законом определены субсидии на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Были приняты областные законы, установившие приоритет для отдельных отраслей экономики. Закон о промышленной политике и о туризме. И вот итоги за пять лет. Валовый региональный продукт вырос более чем в полтора раза. В полтора раза вырос и объем инвестиций в основной капитал. Объем отгруженной инновационной продукции вырос в два раза. Средняя заработная плата увеличилась на 30%. Из 100 губернаторских инвестиционных проектов в течение последних пяти лет реализован 41 с общим объемом инвестиций почти 164 миллиарда рублей. Создано 17 тысяч новых рабочих мест. Причем, коллеги, в сравнении с 2012 годом рост в 20 раз. На 22% увеличилось и число крупных инвесторов, пользующихся налоговыми льготами. И как результат в консолидированный бюджет области в 2017 году поступило 156 миллиардов 600 миллионов рублей собственных налоговых и неналоговых доходов. Рост составил в 2012 году почти 36%. При этом из федерального бюджета безвозмездные поступления за эти годы снизились почти на 2 миллиарда рублей. И это говорит о стабильном движении к финансовой самостоятельности бюджетной сферы Ростовской области. Еще один партийный проект «Российское село». Он тоже в экономическом блоке, потому что Ростовская область остается опорным регионом страны в сфере аграрного производства. Этот проект признан защитить интересы сельхозтоваропроизводителей и всех жителей сельских территорий. А поскольку треть населения нашей области проживает именно в сельской местности, проект «Архи» важен. Общие расходы консолидированного бюджета на сельское хозяйство за 5 лет составили 36,6 миллиарда рублей. Из них почти 31 миллиард на поддержку сельскохозяйственного производства. Заметно выросла поддержка донских животноводов почти в 2,5 раза. Растения и воды в общей сложности получили более 9 миллиардов бюджетной поддержки. В АПК направлено почти 10 миллиардов субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам. При господдержке донские аграрии приобрели около 4,5 тысяч единиц сельхозтехники. Новой сельхозтехники. За счет целого ряда принятых мер удалось увеличить объемы сельхозпроизводства практически по всем направлениям. 14 проектов, которые я представил, федеральные. Но в Ростовской области действуют еще три региональных проекта. Это «Особенное детство», «Футбол в каждый двор», «Готов к добру» и «Обороне». Все они стартовали сравнительно недавно, но уже хорошо зарекомендовали себя. Более того, у каждого проекта уже появились свои герои. Региональный политический совет нашей партии решил открыть новую традицию – ежегодно чествовать самых ярких участников наших партийных проектов. Наша задача – стать центром притяжения активных и неравнодушных людей, которые на местах реализуют наши социальные проекты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова